ты рот греешь всем привет с вами канал артмания мы сегодня гуляем я даю очень даже просто вы мама скажи на не говорит ну говорить иногда говори ваши и тер от греешь 1 3 холодный воздух наглотаешься сейчас какое солнышко зима цеплился дима сейчас бегала немножечко на самого дома до сюда дошли пешком ой 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 жмурится ой жмурится ой 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 какое солнышко да веселая веселая яхи хи хи дима в предике ой ой сейчас папа придет папа у нас забыл Квитанции взять, платить что-то. Никакого что-то нету. Замерзнет, по-моему, что... Нет, не звонит. Солнышко. Тепло. Так, ну вот мы и дома. Заходила я в магазин сухофруктов разных. Купила бананы. Я взяла всего по чуть-чуть, но получилось у меня много. Сушеные бананы где-то по 120 были. Вот. Взяла я дыню сушеную. Она мне очень-очень понравилась. Но я покупала... Я покупала в Отрадном. Там по 450, здесь по 400. Сейчас посмотрим и взвесим. Сколько этой смешочки. Хотела взять две. А, почти 400. Чуть-чуть. Немножко не заложили. Хотела взять две. Подумала, что вдруг она там полкило. В следующий раз возьму. Так, конжут. Он у нас по 200 было. Насколько я набрала? Почти 500 грамм. Как раз здесь конжута мне, маме и бабуле. Так. Здесь вот ореховый микс. Они делают ореховый микс. Он так получается где-то рублей на 50 на 100 дешевле. Вот. И здесь вот как раз мексиканский орех. Они очень дорогие. Но у них они, кстати, подешевле. Что-то около 600-700 рублей, что ли. Сейчас не помню. Вот так же там был грецкий орех. Миндаль. Кишью. Вот они все. Грецкий орех очень большой такой. Завтра все это буду подсушивать. И во глазу, как раз, я вам все покажу. Ну, я, в принципе, хотела именно только вот этот взять. Ну, подумала, раз тут микс. Попробуем взять. Грецкий орех тут огромный, такой большой. Его можно использовать, наверное. Ну, скорее всего, я так и сделаю для шоколада. Ну, для конфеток моих. Там какие-то гиданские. Вот. Так. Здесь у нас курага. Тут я вообще взяла мало. Ну, 100 грамм ровно. Курага немножечко взяла. Очень мягенькая. Она была недорогая. Не помню, насколько. Вот. Здесь тоже микс. Вот. Я уже начала набирать пленем. Я набирала вот этот микс руками. Ну, лопатки там не было. Там парень один. У нас все это. Это, кстати, коко. кусочки. Вот. Начала набирать руками. Я ради вот этих вот как раз ягодок. Красненькие тут ягодки. Там вот такие очевидные. еще какие-то. Вот. Он говорит, девушка нельзя набирать руками. Нужно набирать лопаткой. Я говорю, там фундук содержится. Дура, у меня на него аллергия. Я все-таки взяла вот там, по-моему. Вот. Микс. Так. И вот тут у меня тоже был микс. Здесь вот сушеные яблочки. Киви. Какие-то красные ягодки. Тут я много там набрала. 310 грамм. Там так много. Сейчас покажу. Вот. Там все внутри липкое. И там было даже, кстати, помыло кусочек. Один я взяла. Вот. Хотя, честно говоря, помыло у нас в Самаре. Где бы я уже не пыталась ее найти. Она вся невкусная. Она вся какие-то просто тоненькие корочки. А вот в отрадном там прям хорошую помыло. Видели, в принципе. Тут вот это вот фенит. Ну, тут я прям краску набрала. Тут, наверное, заправь все это буду перебирать. Наверное. Тут какие-то вот червячки были. В принципе, я родиних начала набирать там. Вот. Здесь, кстати, вот это все у меня вышло на 450. Где-то около 500. И вторую часть сейчас покажу. Вот вторая часть. Здесь вот халва у меня. Здесь довольно большая. На 400 грамм. На 50 рублей она вышла. Килограмм стоит 200. Ох. Прям я достала ее. Прям запах пошел. Там тоже вид халвы разный. Подсолнух, кунжут и арахисовая. Я взяла подсолнух. Попробуем ее. Не терпите мне прям хочется халвы. Но нет. Я на диете. Мне нельзя. Так. Вот тут у меня арахис. Арахис сырой. Я его буду чуть-чуть совсем под... Даже не поджарить. А в духовке немножко так, чтоб микробы убились. Здесь у меня килограмм должен быть. Да. Килограмм. Хорошо. Не помню он там 120 что ли стоил. Так. И здесь у меня... Тут у меня персик что ли. А манго. Манго по-моему. Да. Манго существуют разные. Красные и желтые. Там были отдельно красные, отдельно желтые. Вот я нашла одну пачечку. Где вот так вот. Эта вот как раз вся пачечка стоит 100 рублей. Ну здесь всего конечно 234 грамма. Не знаю за килограмм сколько там. Я уже брала в другом магазине. Но надо будет запомнить. Не знаю. Даже не переплатила же я. И какие-то красные. Не помню что это уже. Тоже 100 рублей. Тут уже 300 грамм. Выбирала, выбирала. Я хотела выбрать как дыню. Примерно вот такие вот я хотела. Чтоб они... Дынь вот кстати очень мягкая. И приятно есть будет. Вот здесь вот. Она тоже мягенькая. Довольно. И вот тут. Сейчас пожестнее. Ну не знаю. Попробуем. Какой вот у меня был богатый сегодня. Покупочки из сухофруктов. Все это еще мы с вами увидим. Завтра все это буду перебирать. Кроме вот этого конечно. Вот. Перекладывать на медные мешочки какие-то. Кушать пока я еще это не буду. Здесь что на 400 рублей за килограмм. Ну в принципе в следующий раз я пойду. Наверное еще дыню возьму. Потому что она уж очень прям безумно вкусная. Действительно напоминает дыню. Можно было дома самим такую сделать. Ну что-то летом не до дыни было. Вот это все надо будет перекладывать. Кунжут тоже. Кунжут кстати богат кальцием. Его добавляют очень вкусно. Кстати когда добавляешь его в творог. Можно его перемалывать. Вот у меня прям бабуля, мама. Там сколько мы набрали-то его? 506. Полкило как раз я взяла. На 100 рублей значит вышло. Вот такой вот у меня. Сейчас покажу вторую часть. Другие покупки которые мы купили в магазине. Так вторая часть у нас. Купила такие вафельки. Это чисто себе. 130 рублей за полкило. Но сейчас я их взвесила. Они 700 грамм написано весят. Я не думаю что 200 грамм будет весить эта коробка. Ну посмотрим. Попозже я их после диеты буду распаковывать. Буду по любому их перекладывать в мешочек. И этот мешочек взвешу. Если что я в комментариях напишу. Либо вместе с вами взвесим. Посмотрим. Но я не думаю что 200 грамм будет весить коробкам. Вот стоили они 130 рублей. На каком-то сайте я их увидела. Вспомнила что в детстве я такие ела. И мне сразу захотелось. Думаю вот хорошо бы их взять и макать в сгущенку. Блин, наверное это так вкусно. Очень давно кстати их нигде не видела. Случайно зашли в магнит. Случайно увидела. Даже не собиралась покупать. Вот так. Дальше у нас хлеб идет. Я его называю хлеб голый. Потому что он идет без упаковки. Продается. Это уже мешочек сам одеваешь. Вот тут обыкновенный хлеб. Уже половинку мы съели. Вернее Женя покушала. Я только завтракаю сейчас. Короче вот хлеб. Он знаете на вид самый обыкновенный. Черный хлеб. Не такой уж прям и черный. Но запах вот этот вот с детства. Помните наверное в детстве покупали. Хлеб черный. Он такой прям был темный темный. Горячий еще несли домой. Там обгрызали. Вот знаете запах вот точно такой же. Вот точно такой же запах. Обалденный просто он. Вот он он мягкий. Прям очень мягкий. Вот он продается без мешка. То есть вот голый продается. Вот в магните его купили. Также в пятерочке продают батоны. Такие же голые. Там черный хлеб. Там какой-то немножко другой. Вот мне очень прям запах понравился. Сейчас я себе на четвертиночку отрежу. Завтра наверное с утра его покушаю. Не знаю сколько он стоил. Но я думаю наверное не больше 30-40 рублей. Где-то так. Так купили мы муку. Так у нас в этот раз увелка. Обычно макфа муж покупает. Муку купили для хлеба. Я буду завтра печь хлеб. Вот потому что у меня дрожжи лежат. Уже пропадает. Начинают. Купили геркулес. Это на кашу. Дима очень любит геркулес. Я геркулес. Ну в принципе вы видели. Добавляю вместе с какой-нибудь кашей. Там гречневая сейчас вот у нас. На днях я буду варить рисовую вместе с геркулесовой. Дима очень сильно любит ее. Нам очень нравится. Также 2 лимона. Это на мою диету. Молочко. Молочко? Да. Молочко. Женя любит попить. И хлеб на сухарики. Старосельский. Но в пятерочке кстати продается тоже хлеб старосельский. Но он гораздо вкуснее. Он по запаху и вкусу вот где-то подходит вот к этому хлебу. Здесь ну что-то какой-то да аромат есть. Завтра я наверное буду сушить сухарики из него. Может быть его завтра попробую. И в принципе вам расскажу. Вот. В принципе это на сегодня все у нас. Была небольшая прогулочка. Чуть-чуть вы увидели. Вот наши обзоры покупок. Кстати сейчас весила мешок с сухофруктами. Он три с половиной килограмма. По-моему да. И заплатила я за все меньше тысячи. Где-то там в том магазине 450 у меня получилось. И во втором магазине у меня где-то 100-200. 250 или 350. Сейчас уже не помню. Ну меньше тысячи получилось. То есть всего по чуть-чуть взяла. И в принципе мне по чуть-чуть нормально. Потому что когда берешь много целый килограмм. То его потом ешь очень долго. Он долго не заканчивается. Вроде стараешься ешь ешь. А в итоге его ешь там годами аж. Вот. И в итоге она уже пропадает. И пытаешься куда-то деть. А вот когда берешь по чуть-чуть свеженькое. По чуть-чуть хорошо. Вот. Ну и все на сегодня. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Смотрите другие обзоры. И влоги. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok